Субстрат для орхидеи фаленопсис. Какой он должен быть? Я считаю, что он должен обладать как минимум тремя качествами. Первое, он должен быть достаточно влагоемкий. Второе, долговечным. И третье, воздухопроницаемый. И в условиях наших квартир и домов он должен выполнять несколько функций. Первое, это удерживающий, то есть он должен служить растению как опора. А также он должен создавать микроклимат вокруг корней орхидеи. А именно, стабильную кислотность, влажность, температуру. И конечно же, таким субстратом может стать кора сосны. Итак, добрый день. Меня зовут Станислав и вы на канале Орхидеи Дома. И конечно же, когда мы используем какой-то субстрат, то как правило мы берем несколько компонентов. Допустим, там кора, мох, керамзит, пеностекло, угольки. Но в этом субстрате кора занимает, как правило, 70-80%. И сегодня я хочу вам рассказать, где и как я добываю вот такую кору. Ну что, поехали в лес. Лес, конечно же, сосновый. И ни в коем случае нельзя заготавливать кору с живых деревьев. Только на вырубанных, как вот вы видите сейчас, пеньках. На сваленных, допустим, ветром деревьев. Также в этот раз мне попались несколько сосен, которые были обожжены пожаром. И они свалились и лежали уже на земле. Но хочу заметить, что именно на вот таких вот пеньках, кора по толщине будет самая толстая. А это, я считаю, один из немаловажных моментов при дальнейшем приготовлении. Так как, если у нас будет толстая кора, то и заготовить мы сможем кору разной фракции. Кстати, время года, которое сейчас я собираю, это ноябрь месяц. Итак, пять месяцев кора пролежала у меня в кладовке, в темном помещении. И вот я ее привез сегодня домой. И первое, что я сделаю, это хорошо постараюсь смыть всю грязь, которая на ней есть. И для этого я буду использовать горячую воду и щетку. Это третья моя заготовка коры. И первых две у меня были, немножко отличались по обработке. По причине того, что первая и вторая заготовка у меня была в разгар лета, светило солнце. Температура в тени была более 40 градусов. И я раскладывал кору на солнце. И в течение где-то 10-12, может быть даже 15 дней, она у меня лежала на палющих лучах солнца. И изредка я ее переворачивал, ну так, раз в 2-3 дня. С одного бока на другой бок. Для того, чтобы избавиться от всех насекомых и вредных всяких патогенов. Потому как температура на солнце была достаточна для того, чтобы все убить и уничтожить. Ну а сегодня, вот кора у нас уже приобретает более-менее нормальный внешний вид. Есть, конечно, и вот обугленная местами. Но зато, когда мы будем использовать такую кору, нам уже не надо будет добавлять угольки. Ну, древесный уголь, который мы обычно добавляем. И сейчас наша главная задача, это сделать термическую обработку. Я так думаю, что 80 градусов будет достаточно. Так как при такой температуре, если даже останутся какие-то не то что насекомые, а и личинки в коре. То при такой температуре все должно погибнуть. А также при такой обработке должны погибнуть и все бактерии, и всевозможные микроорганизмы, которые могут находиться на коре. Так как вы видели, когда мы ее собирали, плесени белой на ней было достаточно. Ну, а белая бумага, которую сейчас я положу на противень, она предохранит при вытекании, допустим, смолы из коры, если такая осталась, для того, чтобы не замазать наш противень. Ну, а сейчас я хочу просто разложить по противню нашу кору, так, чтобы она была не друг на друге, а чтобы она именно прогрелась хорошо. И по времени, я думаю, эта операция у нас будет примерно где-то полчаса. Так как обычно при 60 градусах в течение 15 минут, как правило, погибает большинство бактерий и микроорганизмов. А при температуре 80-85 эти микроорганизмы погибают, как правило, за несколько минут. Ну что, отправляем нашу корову в духовку. Духовка у меня электро. И хотя именно такую обработку я делаю впервые, я думаю, что у нас все должно получиться. Хочу предостеречь, если кто-то захочет поставить температуру, допустим, больше 100 градусов, то кора у нас сейчас, конечно, мокрая, она сразу не начнет дымиться. Но при температуре 100 и более градусов, после того, как она обсохнет, она может начать дымиться. Поэтому, я думаю, 80-85 градусов и полчаса нам будет достаточно. Итак, наша кора готова. Мы ей дадим немножко остыть. Ну вот, кора вроде бы остыла. И пока мисею перекладываю, давайте вспомним, с чего мы начинали. А начинали мы со свойства субстрата, то есть, о воздухопроникаемости, влагоемкости коры. То есть, эти два фактора будут зависеть напрямую от размера кусочков. Чем крупнее фракция, тем воздухопроницаемость будет выше, а влагоемкость будет ниже. И третье свойство, о котором я говорил в начале видео, это долговечность. И по поводу долговечности, некоторые специалисты утверждают, что кора сосны сохраняет свою структуру около трех лет. И, кстати, в отличие от дубовой коры, не выделяет дубильных веществ. Ну и теперь переходим к следующему этапу. Это я делаю вот такие распилы, примерно от сантиметра до полтора, ну примерно как получится, делаю вот такие полосочки. Да, кстати, забыл еще сказать по поводу характеристики коры, то кислотность, ну то есть, PH сосновой коры составляет примерно 4-5 единиц. Что немножко маловато для орхидей. Орхидеи любят примерно от 5,5 до 6,5. И, тем не менее, орхидеи прекрасно живут в этой коре. И большинство производителей, которые продают готовые субстраты, как раз и 70-80% приготовленного субстрата составляет именно кора сосны. Кстати, некоторые используют и кору дуба. Так вот, главное отличие сосновой коры, это меньшее или, скажем так, не меньшее, а отсутствие дубильных веществ, которые есть в коре дуба. И вот, когда материал для видео собирался уже в течение 5 месяцев, под одним из моих видео, зрительница Алла оставила комментарий. Так вот, отвечая на этот вопрос, я думаю, что на первую часть вопроса, нужно ли варить кору, я думаю, я уже ответил. Я при приготовлении кору не варю. И на вторую часть вопроса, сколько по времени, я думаю, я тоже уже ответил. При температуре 60 градусов, будь это то ли вода, то ли духовка, то ли может быть еще есть у кого-то какие-то термообработки. Я слышал, даже некоторые обрабатывают в микроволновке. Я, кстати, еще не пробовал. При температуре 60 градусов, достаточно примерно 15-20 минут, чтобы большинство бактерий и микроорганизмов погибло. Но, а наверняка, я думаю, что температуры 80-85 градусов будет и полчаса, как мы это сделали с вами сегодня. Я думаю, что будет достаточно, то ли это будет духовка, то ли это будет кипячение. Кстати, обращусь ко всем зрителям. Расскажите, что вы делаете с корой, если вы заготавливаете ее сами. Какими вы пользуетесь обработками. Я думаю, что не только мне и Але будет интересно. И всем остальным зрителям, которые придут на канал Орхидеи Дома, эта информация тоже будет важна. Ну и, конечно же, я всегда жду от вас лайки, комментарии и другие вопросы. Я думаю, ту работу, которую я делаю и показываю вам, для вас должна быть очень полезна. И поэтому лайк, конечно же, за вами. Ну, а у нас уже смотрите, какие красивые кусочки коры получаются. И те из вас, кто уже покупал готовый субстрат в магазинах, я думаю, что мало кому попадалась кора именно такого качества. Как правило, там очень много попадается щепок. Кора получается там тонкая. Кусочки такие не высокие, а значит и не влагоемкие. И следующий этап подготовки коры у меня сейчас, это обработка фитодоктором и триходермином. Это два таких биопрепарата. Триходермин это гриб и фитодоктор это бактерии, которые я хочу заселить на нашу кору. Перед тем, как ее использовать для посадки Орхидеи. Значит, я беру нужное количество по инструкции фитодоктора и триходермина. Делаю маточный раствор, который потом у меня в течение 40-50 минут будет настаиваться. И каждых там 5-10 минут я буду вот так вот его помешивать. По истечению этого времени я добавляю нужное количество воды. И я приготовленную нашу кору замачиваю именно в таком растворе. Как правило, я беру небольшой горшок по надобности, то есть я знаю, какое примерно количество коры мне нужно будет для использования. И я беру столько, сколько мне нужно. И замачиваю потом эту кору. И при таком замачивании мы заселяем полезные грибки и бактерии на кору, которые будут защищать наши растения от болезней. Кстати, по поводу коры, которая вымачивается. Насколько мне известно, что после вымачивания коры, ну при температурах, которые мы с вами проговорили, как правило, через несколько дней на такой коре появляется такой пушок, как ворса. Как правило, такой пушок через 2-3 дня пропадает, но как правило, эту кору заселят новые микроорганизмы, которые будут обитать в ваших условиях. И вот главный момент, на который я хочу ваше обратить внимание, что при таком замачивании, как делаю я, я сам заселяю нужные грибки и бактерии, нужные организмы на нашу кору. Кстати, такое замачивание подготовит нашу кору к дальнейшей эксплуатации в горшке у орхидеи. И эта кора заработает намного быстрее, чем если бы мы сразу же начинали ее использовать. Ну вот, прошли сутки. Я просто сливаю воду. Как правило, внизу остается такой белый налет. Я немножко назад добавляю, как правило, воды. Немножко потом взбалтываю, чтобы этот налет весь перемешался с водой. И следующим сливом, весь этот белый налет будет уже у нас в горшке с водой. А кора у нас будет чистой. И вот, в принципе, наверное, наступил тот момент, когда у нас кора полностью готова к той работе, которую мы для нее задумали. А именно, для посадки орхидеи. Смотрите, как прекрасно выглядит эта кора. Кстати, если вам нужна будет фракция меньших размеров, вы в любой момент сейчас можете взять тот же секатор и сделать фракцию той величины, которая вам нужна. Ну и так как все действия выполнены, то мне остается с вами только попрощаться. Пожелать вам удачных посадок ваших любимых цветов. И, конечно же, приходите на канал Орхидеи Дома снова и снова. Конечно же, жду от вас комментарии, жду от вас интересные вопросы. Ну а на сегодня всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok